поговорим о развитии моего канала можно было бы сказать о развитии любого канала но каждый любит говорить о том что ближе к нему и вот приходят новые подписчики что-то где-то услыхавшие и задают такой вопрос частенько правда что вас елена малышева выжила из телевидения я отвечаю нет проблема совершенно в ином и вот смотрите в чем ином вся наша жизнь пронизана тем чтобы чего-то или на чем-то получать выгоду и вот программа малахал плюс вроде бы она делала такое хорошее полезное дело рассказывала о здоровом образе жизни народной медицине народ натуропатии и всего того что казалось касалось целительства но коммерческое как коммерческое предприятие приносящее доход она этого не давала хотя были были рекламодатели давали рекламу какие-то деньги платились но насколько я так понял это оказалось совершенно недостаточно что в 2010 году руководство созрела идея эту программу значит поставить на коммерческие рельсы естественно это как-то у меня не спрашивали где не тебе платят это платят и отвали что там тебе надо ты тут популярный по деньгах вот и как раз в августе 10 года программа была круто изменена я отснялся в 15 программах но этого цикла и вижу что это либо в дуду дуть их нее и на весь этот здоровый образ жизни но натуропатию то есть на все то значит я говорил положить так сказать орган с пробором и тупо все делать либо же значит уйти вот я выбрал вариант уйти поэтому так тут елены малышевой речи нету и так все нашем современном цивилизованном мире подчинено одной цели получение прибыли извлечение прибыли из любых дел если это дело не приносит прибыли значит она просто напросто умирает если это дело какое бы ни было на плохое но приносит там прибыль чем больше тем лучше она процветает поэтому процветает наркомания поэтому процветает торговля оружием и нечто подобное вот и теперь будем говорить коснемся нашей темы это интернет был создан также с этой целью и в частности в интернете появились разные направления такие как youtube то есть так называемые платформы на которых людям предоставлялась возможность вроде бы что-то делать но для того чтобы эта платформа на том что они делают зарабатывала себе прибыль естественно сюда потянулись различные люди которые застолбили и продолжают столбить различные темы вот эти темы которые пользуются наибольшим как бы сказать не спросом а наибольшей доходливостью то есть надо прямо говорить своими словами что к чему наибольшим доходливостью приносит доход вот они то будет и процветает и далее если взять теперь оздоровительные каналы которых вот люди подобные мне рассказывают о том или ином методы вроде бы полезный метод и плюс видео это нужно там заработать ему выгодно чтобы вы там были то есть он на вас заработает то есть первую получить на мне как как человеке который производит видео так называемый контент вот этот вот контент привлекает естественно вас посетителей ютуба но одно дело привлечь ну и что привлек а другое дело значит получить какую-то 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 выгоду из того что на моем в данном случае канале не собралось какое-то количество людей как-то из них извлечь выгоду поэтому вставляется реклама то есть каждый рекламодатель заходя или не заключая соглашение с youtube он думает что вот так как здесь собралось куча народа значит он может выложить свою рекламу и грубо говоря из тысячи человек там два или три примерно такая статистика купят его товар и за это естественно он за эту рекламу платит поэтому youtube интересно такие вроде простые вещи рассказываю но тем не менее для некоторых возможно это откровение будет интересно понавставлять этой рекламы чем больше тем лучше видео и чтобы посетители ютуба просматривали этот эту рекламу этот канал то есть сжали там по ссылке который дается в этой рекламе если же это не делается youtube как организация склонна напичкать рекламой все видео чтобы она приносила какой-то доход и люди которые сознательно пришли на youtube для того чтобы подзаработать они эту фишечку просекли значит меняются там правила youtube видео где-то после 14 минут youtube как бы сказать алгоритмами youtube замечается лучше нежели видео меньшей продолжительности почему потому что сюда можно и больше рекламы вставить и и вот и ютуберы ютуберы уже появилась такая каста вам говорит прослойка людей которые учат как это делать я не не против них и наоборот я смотрю учусь но есть такие конечно вещи как нравственное такое понятие одно дело сделать видео больше 14 минут и натыкать его рекламой но это тоже как-то не то непорядок с одной стороны вроде бы человек ютубер может заработать или блогер на этом денег с другой стороны получается что вообще-то это видео смотреть невозможно и с третьей стороны вот допустим если это видео полезное хорошее канал все но на нем будет не будет рекламы так сказать будут игнорировать там что-то там ставить там эти колокольчики звонить там какие-то там ответы писать но и естественно не будут нажимать на рекламу то это видео обречено на забвение алгоритмы ютуба его положит на саму как магазине дальнюю полочку все поэтому вот я столкнувшись таким с таким как бы сказать простым правдивым раскладом что все тут в нашем мире в том числе интернет и в том числе различные платформы в интернете созданы с одной целью извлекать прибыль и если ее не будет до киска кричит то эти платформы исчезают так называемая конкуренция и даже не конкуренция они получаются как незатребованные незатребованный товар просто-напросто там прокиснет пропадет и все изгинет поэтому я даже вот на основе передачи малахов плюс которая не приноси была популярна но не приносила той прибыли то есть все ожидали на так сказать на этой популярности чтобы какая-то прибыль была а популярность есть а прибыли нет то есть возникла идея и как-то там переделать пересмотреть а это уже видите ну бы мне не понравилось так вот в данном случае конечно каждый из вас волен все это сам решать но если вам нравится мой канал если вам нравятся общение со мной будем так говорить ответы мои на ваши там вопросы какая-то просветительская деятельность то чтобы он просто-напросто не сгинул нажимайте на эту хреновую рекламу и неважно в этом перейдете не перейдете там по ссылке этой рекламу главное что вы ее уже нажали вот нажимайте в этот колокольчик дурацкий и прочее прочее делайте действия которые алгоритмы ютуба расценивают как вот такую вот какую-то деятельность которая способствует тому что на этом можно подзаработать ну вот так вот получается противном случае противном случае канал этот повисит 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 и извинит в небытие вот что касается передачи малахов плюс почему я ушел то есть не то что кто-то выгонял кто-то еще а там совершенно иные причины глубинные то есть заинтересованы на том будет ли на передаче делаться деньги или нет и то же самое повторяется данном случае здесь на передаче сможет ли youtube зарабатывать на моем канале или нет если нет то куча других каналов куча других людей которые только и мечтают вам говорит поднять свое благосостояние но и естественно дать возможность ютубу зарабатывать на этом напичкать там рекламой свои видео да и дальше же специалисты по ютубу учат блогеров как а как тематику подбирать тематику подбирать чтоб она была наиболее популярная чтобы она пользовалась ну будем говорить наибольшим таким спросом то есть чтобы на этом на этом факте привлечь как можно больше людей больше людей значит больше туда рекламы напихал и глядишь и и всем хорошо и ютуберу блог херу этому вот такому как я и руководству ютуба то есть уже идет такая сепарация отбирается направление которые больше всего приносят будет выгоды там это уже там компьютеры машинки там еще что то там такое а что касается народной медицины ну какая на нее рекламы там ну чё там с нее там можно взять там да ничего и это тима просто-напросто сгинет вот вторая второй случай это вот видите там такая интересная вещь донаты то есть если посетители канала канала заинтересованы в той или иной информации они могут напрямую давать какие-то средства на поддержание этого канала и так далее вот так называемые прямые трансляции и вот я решил попробовать вот эту вот штуку прямую трансляцию при этом опять таки знаете вот что то что то вот нехорошее в этом есть а именно вот человек который даст деньги донат так называемый он там вправе считать что его вопрос там или еще что то такое будет значит в приоритете и значит блогер должен на него в первую очередь реагирует отвечать а остальные люди ну которые не это как то как то будем говорить останутся с краю и тут такой такая вот вещь вот лично у меня если вот я начну эти все эти стримы донаты и прочее если вы хотите участвовать в развитии поддержания канала просто давайте без всяких каких-то там условий чтобы не было вот это вот знаете как как в нашем обществе неравенства у кого-то там сидит и найти на деньгах и причем он особо там ну короче есть возможность у него иметь такие деньги которые другому человеку как арнольд шварценеггер говорил ё-моё я тренирую спортзале богатый знаменитый да я тяжело занимаюсь но тем не менее я знаю за что занимаюсь и в то же время я был в южной африке и там люди за пять долларов в шахте целый день ковыряют и поэтому естественно у меня в смысле у шварценеггера сложилось впечатление лучше он тут в спортзале будет тяжело трудиться так знай за что он трудится нежели нежели человек который там в шахте так вот чтобы не игнорировать вот таких вот людей у которых трудятся ну благодаря такому нашему обществу имеют мизерный какой-то нищенский достаток ну а другие я согласен там и трудятся имеют чтобы вот этого не получилось неравенство на моём канале вот у меня такая просьба хотите дать давайте нет значит нет ну конечно возможно какие-то там варианты исключение из правил но не более того чтобы не было я у тебя дал деньги и ты тут должен меня облизать со всех сторон а остальные там подождут по мере сил по мере возможностей я значит буду отвечать ну так сказать чтобы чтобы вот этого не было а то раз мы тебя заплатили значит мы тут будем иметь тебя как хотим вот такие вот мои послания к будущим стримам к будущим прямым зефирам ночной эфир строит зефир или наоборот ночной зефир строит эфир чтобы это как-то было полезно и вы понимали что что и как складывается потому что большинство людей приходят и в интернет и на ютуб и платформы создаются с одной целью заработать но это все должно быть как-то так в меру разумного благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО доброго здоровьица и до новых встреч пребе Продолжение следует... Продолжение следует...